Сразу после окончания праздничного богослужения прихожане вышли во двор храма, где священник отец Илья Пиесис, настоятель церкви Спаса Преображения, осветил принесенные ими плоды. Небольшую корзинку принесла и сельчанка Елена Петровна. Говорит, освященными фруктами дома угостит родных. Господь преобразился, вся природа преображает сейчас. Видите, вот со своего огорода, всё своё. Дома кого будете угощать? А у меня правнуков всем, и внуков всем, и ещё и детей много. Сегодня в гостях на престольном празднике официальные лица. Сенатор Вячеслав Фетисов признался, поражён мощью и благодатью, исходящими от храма. Неудивительно, что здесь люди живут одной большой семьёй. И стоит эта обитель столько веков лишь потому, что русский народ всегда старался сохранить традиции, уважение к прошлому своей страны, своих предков. Я думаю, что здесь ещё один момент для неизучения, почитания и понимания того, вообще, как можно тут при всех сложностях жить общество, общаться между собой, сохранять традиции, почитать историю. К этому дню подгадали открытие музея, краеведческого и исторического. Экспонаты для него готовили долгие годы. Я хотел бы выразить слова сегодня признательности и благодарности всем тем энтузиастам, которые осуществили свой вклад в сегодняшнее мероприятие. Я знаю, как это всё по крупинкам собиралось. За усердие в создании музея отцу Илье вручили благодарность главы района и икону, связанную с историей храма. И хотя Илья Пейсис лишь с конца прошлого года является настоятельным церкви, создание музея для него было важным и близким делом. Для почётных гостей он сам провёл экскурсию. Этот стенд посвящён священнослужителям нашего храма, которые приняли участие. Это патриарх антиокейский. Музей рассказывает о разных годах жизни села и храма. Многие сельчане и бывшие жители острова, отозвавшись на призыв, с радостью принесли в пока ещё маленький музей фотографии, книги, другие вещи. Это дед наш, Крылов Василий Петрович. Дед наш, дед наш. Вот у него все дети, и все дети вышли в люди. А здесь под стеклом старинные кольца, монеты, даже оловянные фигурки. Кому они принадлежали ранее? Быть может, кому-то из княжеского рода Орловых? Отец Илья говорит, всё лежало почти на поверхности земли, на один штык лопаты. А в соседнем зале картины, на них виды острова современные и предыдущих веков. Замеревшие на них мгновения уводят в прошлое. Вот она, Русь. В этих местах не сильно-то и изменилась, несмотря на то, что рядом Большая Москва. Татьяна Брулова, Евгений Петров, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.